Давайте приступаем. Я вижу, что у нас уже много людей подключилось, а как всегда, кто не подключился, ну, посмотрит в записи. Мы сегодня обсуждаем MBA в России. Очень клевая тема и часто многими на самом деле недооцененная, хотя оценка ее приходит через несколько лет после того, как закончил MBA не в России. Собственно, это ровно то, что мне сказал мой бывший коллега и менеджер, который закончил LBS, но жалел, что не закончил универ в России. Собственно, про это мы сегодня и поговорим. Рассказывать, делиться опытом с нами будут Андрей и Женя. Они как раз учились, учатся, заканчивают, скажем так, в России MBA разные программы. Поэтому интересно будет сравнить опыт ребят, почему они выбрали эти программы и что там вообще клевого есть. Я вот, например, про это толком не знаю. Подозреваю, что многие из присутствующих тоже не знают. И поэтому пишите вопросы в чатике. Так, наверное, проще всего. И мы все с ребятами обсудим. Вот так. Андрей и Женя, еще раз спасибо, что присоединились. Давайте начнем, наверное, с ваших бэкграундов. А расскажи, пожалуйста, ты, получается, учишься или учился в Сколкове? Не-не-не, я учился в Мирбисе, в Сколкове Жени как раз. А, ты в Мирбисе? Да. Прикольно. Когда учился там? Я, да вот, диплом должны выдать в конце мая. А, прикольно. А трудоустройство уже прошло или сейчас как раз проходит? Я учился парт-тайм, то есть я параллельно работал и учился. О, вот это, кажется, один из бонусов, на самом деле, обучения в России. Супер, прикольно. Жень, давай теперь ты расскажи про свой бэкграунд. Да. Я чуть, может, больше, чем назад, чем Андрей, зайду. Я сам из Брянска, родился в Брянске, да, чтобы по возрасту было понятно, мне в этом году 28 лет. Закончил Ингу, приехал в Москву, ну и дальше, в принципе, моя там карьера, она строилась внутри там FMCG-индустрии. Она у меня была достаточно там не такая нетривиальная, может быть, чуть попозже про это расскажу, да. На текущий момент я работаю в компании B&B WFS, это крупнейший производитель пива в мире, входит в топ-5 FMCG компаний FMCG, да, и, в принципе, знаменита тем, что делает очень много сделок M&A, постоянно кого-то поглощает, вот, и Россия в данном случае была не исключением, мы здесь объединились, сделали joint venture с турецкой компанией WFS. Вот, соответственно, такой BU East, это Россия, Украина, СНГ, с полноценными офисами, ну, везде. Это как бы с точки зрения компании, моя роль там, я занимаю позицию Head of Revit New Management, это позиция BU President минус 2, я подчиняюсь CFO, и, ну, для тех, кто там с FMCG не знаком, кратко расскажу, ну, коротко расскажу, чем занимаюсь, это первое – ценообразование, второе – это промо-эффективность, ну, промо, в принципе, большая тема для ритейла, для FMCG, то есть, как бы, порядок с колл бюджета – это сотни миллионов долларов внутри, ну, как бы, нашей компании, за которую я там отвечаю с точки зрения P&L. Третье – это портфельная стратегия, ну, и так как тоже, как бы, исторически на рынке пива большая конкуренция за лидерство, и всем инвесторам это важно, то у меня очень много такого стратегической истории, сценарного планирования, с одной стороны, доля рынка, с другой стороны, беда, вот, и мы постоянно в такой, в таком лидерстве против Карлсберга здесь, в России, воюем, вот. Соответственно, с точки зрения географии у меня полноценная команда в России, полноценная команда в Украине и, соответственно, ну, экспорт по СНГ. Вот, это что у меня сейчас, до этого я, ну, сразу в такой, спойлер, я во время MBA сменил работу, да, до этого я работал в русском стандарте последние пять лет, там, как бы, просто пару фактов интересных. Это российская частная компания, наверное, одна из немногих, да, но при этом она международная, достаточно большая FMCG, вот, Россия там составляет в портфеле порядка, что лишь, там, 30%. Вот, и у меня было, ну, много разных позиций, в том числе таких нестандартных. Это в фэмили-офисе и больше было похоже на такой внутренний консалтинг. Вот, ну, может быть, к этому, там, как-нибудь, еще попозже вернемся, вот, но сейчас это NBF и FMCG. Расскажи про универ, соответственно, какая программа у тебя сейчас и когда заканчивает? Да, я, может быть, там, сразу, там, как бы, обозначу всем, там, ну, несколько пунктов, которые я сам себе выписал, да, которые, может быть, интересно было продискутировать. И сразу тоже всем ребятам хотел бы сказать, чтобы вы побольше таких жестких вопросов задавали, потому что я сам по себе такой фанат, амбассадор Сколково, да, и, может быть, не так хорошо знаю международные программы, поэтому здесь бы хорошо, чтобы меня тоже, как бы, там, челленджили, там, и задавали вопросы. Просто, поэтому, как бы, я, там, несколько пунктов выделил, просто, чтобы мы, там, как-то дальше ориентировались, про что интересно, мне кажется, было проговорить. Первое, это, в принципе, про школу Сколково, что она из меня представляется, что она достаточно молодая, и мало кто знает, да. Второе, как я туда попал, и, ну, как могут туда попасть другие люди с точки зрения отбора и программы грантов, да, потому что у меня, там, частично, там, грант у меня покрывает, а потом плюсы и минусы, те, которые я вижу, да, учиться в Сколково versus международные школы. Ну, и, соответственно, немножко, может быть, про профиль группы, и, ну, самое важное, наверное, что всех интересует, это по карьеру, какие возможности это открывает. Вот просто, ну, мне кажется, чтобы там, Витя, если ты... Да, вот это мы сейчас как раз и обсудим. Вот это мы обсудим. Так, хорошо, про бэкграунд я его услышал. Если у кого-то возникают вопросы про бэкграунд, ребят, еще что-то подробнее, пишите в чатике. А мы пока пойдем дальше, и дальше вопрос вот какой, собственно. Жень, ты примерно так их и обозначил. Вопрос, зачем вы пошли учиться в вот вашу конкретную программу, как вы выбирали? Давай опять же с Андрея начнем, а Женя потом продумал. Да. Ну, я пошел, потому что, во-первых, я в некий потолок, то есть я работал в агрохолдинге, и я понял, что дальше, ну, как бы я работал там по производственному направлению, я понял, что для карьеры, как бы, ну, ограничены у меня карьерные пути, и мне нужны какие-то новые компетенции. Сначала я пошел на MBA, и потом также я оказался в консалтинг. Поступил я в эту школу очень хитрым способом, то есть на MBA есть, ну, требования по возрастному порогу, по которому ты должен пройти. И я подавался в четыре с пяти русских бизнес-школам, и мне отказали, я подался в пятую, просто пропустив графу возраста, и меня приняли. Соответственно, поэтому я оказался в этой бизнес-школе. А, ну, то есть ты как раз все и рассматривал, и просто оказался в той, в которой возраст не стал. Ну, как бы, да, я оказался в той, в которой меня приняли. Понятно. Так, собственно, и ты ответил на вопрос, как ты выбирал, почему пошел. Окей, это услышали. Давай дальше, Женя, расскажи, как ты выбирал школу, почему туда пошел. Да, смотри, смотрите, да, я, ну, в принципе, задумывался MBA, но, наверное, не думал, что оно мне нужно было прямо вот на момент поступления, то есть фактически, если там учеба немножко уже затянулась, там, два года я учусь в связи, там, с пандемией и так далее, я, в принципе, думал о международных школах и понимал, что, наверное, чуть попозже просто буду заниматься выбором, буду поступать, вот, и так получилось, что Сколково не так далеко находилось от моей работы, и я туда периодически ездил на какие-то ивенты, ну, просто вечерние, на guest speaker и так далее, вот, и я, честно, ну, просто сам, как бы, такой сторонний концепции, там, lifelong learning, постоянно какие-то мероприятия где-то учиться, что-то делать, вот, и я приехал на одно из мероприятий и услышал, что остается неделя до, там, пока заканчивается подача заявок на гранты, вот, ну, и, собственно, как бы, я, на самом деле, не так много знал на тот момент про саму программу, про саму Сколково, но просто услышал, что можно, условно, там, получить грант и учиться фактически, там, бесплатно, вот, поэтому, как бы, я для себя в тот момент решил, как бы, принял решение просто, что если я выиграю больше грант, больше 50%, то я пойду Сколково, да, если я не выиграю, то я, соответственно, просто подожду и дальше уже буду выбирать международные школы, вот, и при этом я просто понимал, что Сколково, оно здесь, как бы, никак не мешает поступить дальше, куда-то, куда-то дальше еще, тоже, как бы, ну, забегая вперед, что Сколково, это тоже программа, она не постоянная, это не full-time MBA, она строится больше по принципу executive MBA, когда у тебя каждый месяц модули, да, то есть, как у меня это строилось, я, соответственно, раз в месяц приезжаю, на кампус, живу пять дней на кампусе, в течение, ну, заранее я читаю прериды, выполняю какие-то домашние задания, пять дней ты живешь на кампусе, полностью учишься, ну, и, соответственно, потом возвращаешься в работу, да, то есть, соответственно, это тоже непрерывное с точки зрения работы, образования, ну, и ничто тебе не мешает после этого пойти спокойно учиться еще где-то на загранице, поэтому у меня был простой подход, выиграю грант, пойду учиться, не выиграю, буду через, там, год, через два смотреть международные программы. И ты выиграл, соответственно. Да, я 50% выиграл. А 50% это от скольки, сколько всего учебы стоит? Да, здесь вот такой момент, где может быть чуть больше деталей, скажем, учеба стоит сколько, она недешево, она стоит 60 тысяч евро, вот, но сразу скажу, что по поводу курса, сразу скажу, что можно договориться, то есть, это не рыночный курс, это курс, который фиксируется у тебя в договоре, он, ну, на самом деле, ну, сильно ниже рыночного, то есть, тоже, как бы, ну, кто знает, может участвовать в переговорах. Второе, что школа дает рассрочку, у меня, например, там, 3% годовой кредит, ну, фактически, там, рассрочка, да, которую я плачу, там, в течение 3-х лет, то есть, это не так напряженно, не нужно всю сумму сразу отдавать. И второе, у меня еще была скидка от работодателя, сейчас про школу, ну, про школку расскажу, что, там, у меня предыдущий мой работодатель, Рустам Тарико, он был один из основателей школы, кто был, там, кофаундером, скидывался на создание школы, вот, у меня поэтому тоже сделали, там, дополнительную на эту скидку, поэтому, и на самом деле, ну, многие люди, они учатся по гранту, выигрывают гранты, вот, поэтому звучит много, сумма большая, но... Ну, грант, это то же самое, что скидка или нет, или это в дополнение к скидке? Ну, смотри, у меня, вот, 60 тысяч евро, 50% я выиграл грант, остается 30 тысяч, а 30 тысяч, условно, еще мне, там, тысяч, ну, там, условно, между, там, 5-ю, 10-ю, мне сделали скидку от работодателя, остальное у меня платится рассрочка на 3 года. Окей, понятно, да. Мирбис стоил 9 тысяч евро за все обучение. За 9 тысяч? А там есть гранты в Мирбисе? Слушай, там есть какая-то система скидок, но я, честно сказать, с ней не знаком. То есть ты просто пошел, поступил и, в принципе, не парился по поводу грантов, скидок? Да, да, ну, я... Ну, и пофиг, короче, так. Ну, да, ну, как бы там, да, ну, не такой большой ценник был. Понятно, да, подешевле, 9, да. Ну, собственно, вот, получается, уже не примерно, ну, чуть больше вышло, собственно, раз в два, наверное, то, что самому заплатить. А тут 9, да, слушай. Да, но я сразу могу сказать то, что вот если кто-то задумывается, ну, однозначно стоит участвовать в программе грантов, потому что в тот момент, когда я участвовал, ты получил гранты, они проводятся каждую весну, конкурсы, они на две группы. То есть там обычно два потока. Один весной запускается группа, одна, соответственно, осенью. 10 грантов со скидкой 50% обучения, по-моему, 4 гранта, 75% обучения и куча мелких там, типа, по 15-20 тысяч евро, где, ну, можно получить. Поэтому, в принципе, ну, я вот всем советую, даже если там еще не приняли решение, пойдете учиться или нет, ну, в программе грантов в любом случае там интересно поучаствовать. Там и отбор достаточно интересный. Ну, с кем-то... О, отлично. Хороший вопрос. Вот давай ты на него, собственно, тогда первым и ответишь. А потом, Андрей, как подаваться? Вообще на программу, отбор какой? И как пройти отбор на гранты? Это, видимо, две разные вещи. Да, я, может быть, еще там отступление сделаю про саму школу, расскажу, потому что точно не все знают, и я это, например, тоже до поступления не знал. Вот у меня... Да, погоди, погоди, это будет следующий вопрос. Это мы тоже обсудим обе школы, а давай сейчас пока расскажи, как попасть. Окей. Да, по грантам. Соответственно, весной проходится... Ну, мой совет идти 100% сначала через гранты. Весной проводится конкурс грантов. Когда я поступал, было примерно тысячу заявок, кто хотел попасть. Сразу скажу, что отбор намного проще, чем там международные школы. Не нужен полноценный GMAT, не нужен TOEFL сдавать, либо какие-то аналоги, да. Есть... Ну, Сколково дает сам тест, но это, как правило, он такой упрощенный, укороченный формат. Да, это больше похоже на такие программы стажировок, да, когда ты сдаешь все там числовые, там, логические и так далее штуки. Это как бы первый этап отбора. Дальше идет, ну, английский, да, сдаешь. После этого, ну, и одновременно с этим, сопроводительное, ну, эссе, да, чтобы тебя вообще, в принципе, рассмотрели, какую-то ценность можешь школе дать. Ну, тоже достаточно там стандартные эсеры. Ничего сложного. Потом дальше, вот, наверное, что будет заключаться, то, что будут оффлайн-отборы. Первый он проходил в групповой, то есть это ассессмент, фактически ассессмент-центр, больше похожий на вот отбор внутрь компании, да. Там было 10 человек, ты сначала проходишь в групповой, потом проходишь в мини-группе, там, 3-4 человека, и пишешь еще письменный кейс, да, то есть это как бы один день. Дальше отсеивается еще энное количество людей, проходит на следующий этап. Следующий этап – это такое глубинное интервью. У меня нашло где-то 2 часа, и там больше история про то, что школа хочет понять, какую ты им дашь ценность, в принципе, своим будущим одногруппникам, да. То есть у них задача сформировать, чтобы, во-первых, группа была достаточно diversity, и второе, чтобы каждый из участников мог какую-то ценность дать с точки зрения опыта, бэкграунда и своей собственной мотивации. Вот. Так, это был следующий этап отбора, и, мне кажется, вот финал, до финального раунда дошло 100 человек, это вот где, в принципе, все остальные гранты уже распределялись. И там было 2 истории. Первая история – это предприниматели, либо, ну, может быть, корпораты, но те, кто готов был защитить свой собственный проект, то есть фактически тебе дается там 15 минут на спич, защитить проект, сказать, чем тебе школа может помочь, там, MBA-программа, в принципе, в реализации этого проекта. Вторая история, она больше такая корпоративная, это просто решить бизнес-кейс. Вот. Я, честно говоря, шел по второму этапу, там было меньше конкуренция, там было где-то примерно пропорция 25 на 75, 25, кто решал кейс, 75, кто защищал свой бизнес-кейс. Ну, и гранты, они тоже сплетовались примерно в такой же пропорции. Вот. Соответственно, там дается час на подготовку кейса, а потом защита перед жюри, вот. И, в принципе, дальше примерно, там, не знаю, 5-7 жюри выставляют оценки, формируется рейтинг, ну, и бальная шкала, которая накапливает, в принципе, весь твой, все твои оценки с каждого этапа. У тебя идет некая сумма, накопительный рейтинг и распределяют, соответственно, как бы гранты. Ну, смотри, то есть поступление и грант – это одно и то же. Ты поступаешь, и если ты в топе таблицы, ты получаешь грант. Если ты не в топе, то ты просто проходишь без гранта, а если ты совсем внизу, то ты ничего не получаешь, ни поступление, ни грант. Так? Если ты получаешь грант, то у тебя как раз будет, ну, приоритет, да, то есть у группы есть еще просто лимит по количеству людей, да, то есть если ты получил грант, то это означает, что фактически ты поступил, да. Если, соответственно, грант ты не получил, то ты проходишь обычный отбор, но, как правило, он сопоставим со всеми этапами, которые я сказал, они не особо отличаются. То же самое, второй раз. Да, ну, примерно то же самое, только без возможности. Это второй удар по самооценке просто. Первый не прошел, а еще и второй то же самое. Двойное унижение просто какое-то. Да, да. Вот, поэтому, ну, поступление, ну, оно, наверное, в целом легче, чем какие-то международные школы. Вот, ну, имеет такой более, наверное, прикладной Ой, елочки-моталочки, не знаю, по твоему рассказу выглядит, что тот, я знаю, там нужно этих гномов завоевать царство просто, чтобы поступить. Я когда в Стэнфорд поступал, написал эссе, джемат сдал, отправил документы и все. А потом сходил на интервью на одно. Да, я готовился к этому год, а я не готовился. Понимаешь? Ну, не год я готовился, но полтора месяца. Ну, активно, да, полтора месяца у меня было активной подготовки, да. Ну, окей, слушай, а ты не готовился, типа, просто сразу пошел и затащил все эти отборы? Слушай, ну, вот про все, как бы, фактически, я говорю, мне повезло, что я узнал вообще о программе Грантов за неделю до его закрытия, и фактически это вот реально просто как бы случайность. Вот, я не готовился, да и в принципе к нему подготовиться, мне кажется, нельзя, да, ну, то есть можно подготовиться к первому этапу, к тестам, да, можно попросить, чтобы тебе помогли там с сочинением сформировать его, но к остальным этапам ты не можешь подготовить. То есть это больше твой, ну, наверное, уже накопленный там опыт, бэкграунд там и так далее. То есть, ну, я не знаю, как можно подготовить человека к решению, там, ну, к презентации проекта. Кейсу, наверное, да, можно. А, нет, презентацию можно, просто нужно переварить хорошенько свой опыт. Ну, ладно, это не важно, это, собственно, тема другого. Окей, про отбор услышал. Андрей, расскажи теперь ты, пожалуйста, какой отбор в Нирбис? Слушай, ну, не такой жесткий, ну, на самом деле там тестирование, пару эссе и кейс, ну, все как бы проходит дистанционно, то есть никакого интервью-собеседования нет, ну, как бы заполняешь анкету, заявку, там, мотивационное эссе, там, кейс и пару каких-то таких философских вопросов на тему бизнеса и менеджмента. Дальше, ну, как бы тебе либо говорят approved, либо говорят нет. А когда это происходит? В какое время, в году, в какой месяц? Слушай, там группы стартуют, по-моему, чтобы не соврать, ну, наверное, раз в два месяца, соответственно, ты просто, ну, как ты созрел, как ты решился, ты просто заходишь на сайт, смотришь, когда там старт очередной группы и пишешь. А, прикольно. То есть, в принципе, достаточно быстро, не то, что год тебе нужно ждать. Нет, там все поставлено на поток, то есть, там такое потоковое, конвейерное производство, ну, это такая специфика, наверное, большинства российских бизнес-школ, ну, кроме Сколково, то есть, и ранг, и вышка у них, ну, примерно такая же история. И это отбор, соответственно, на просто учебу, а какой-то отбор на этот, ты не знаешь, на гранты? Нет, я не знаю, там есть за что-то скидки, за что я, ну, затрудняюсь сказать, и, в принципе, грантов там особо нет, потому что там немного разные источники финансирования, то есть, как бы, Сколково, это такая сейчас модная штука, которая у всех на слуху, ее финансируют, у Сколково есть деньги, у них есть деньги на эту историю. У того же, например, Ранхикса или Вышки, у них нет деньги на то, чтобы профинансировать гранты. Ну, вот Вышка что-то пытается там в этом направлении двигаться, но пока вот, чтобы там, ну, были вот гранты, безумные большие скидки 50%, такого нету. Ну, и плюс, мне отчасти кажется, что это заложено в цену, как некий маркетинговый вход, то есть, получается... Можно сделать цену 20 тысяч евро и сделать скидку 50%. Да, то есть, Вы сделали цену 60 тысяч евро, и в итоге 50% скидка, и все равно получается в два с половиной раза дороже, чем конкуренты. Ну, тут я, смотри, что скажу, что, ну, мы тоже это обсуждали, не дешевую цену, понятно, что мы там с нагрупниками тоже обсуждали. 60 тысяч – это действительно такой, знаешь, как бы, маркер, который Сколково хотел выдерживать, чтобы позиционировать себя с международными школами, они действительно, как бы, хотели эту планку держать. Но с точки зрения гранта и скидок, это не школа дает тебе, да, а каждый год находится спонсор, кто конкретно, ну, Джер, условно, там, дает эти деньги. В моем случае было два человека, это был, я могу сейчас ошибиться, по-моему, Михельсон, который из Совета директоров Сибура, а второй, это, по-моему, был основатель Вимбельдана, который продал. Вот они на двоих скинули миллион долларов. Ну, да, я и говорю, что этот Сколково на слуху, Сколково модная история, поэтому там много различных фондов, различных меценатов вокруг Сколково и крутится, и то есть, как бы, отчасти, мне так кажется, это какая-то еще бизнес-модель самого Сколково с целью получения гранта себе за счет, ну, как бы, возможно повышенной цены. Окей, это, короче, да, разные бизнес-модели, разный подход к финансированию, к набору людей, это понятно. Так, расскажи, пожалуйста, сначала ты, Андрей, потом Женя, про школу немного, вот какой-то unique selling point, в чем школа прикольная, что такого в ней интересного есть? Слушай, ну, я бы хотел, ну, в этом плане тогда рассказать некий срез по российским бизнес-школам, которые, ну, я знаю, которые я пронаблюдал, чтобы, как бы, сравнить. Окей, давай. То есть у нас основные, ну, российские, ну, во-первых, у нас не так много, ну, школ, которые аккредитованы AMBA, то есть, чтобы у тебя МБА имела какой-то смысл и котировалась, у нее должна быть международная аккредитация. Соответственно, это из-за разряда пойди на MBA за 70 тысяч рублей за два года, тебе еще iPad в подарок дадут, конечно, это можно сделать, но этот сертификат нигде ничего не значить, потому что у них никакой аккредитации нет, вот. С аккредитованных школ, ну, в России не очень много, и, ну, я, ну, как бы, смотреть нужно только на них в любом случае. Есть основные RunHicks, Вышка, Мирбис, ну, и Сколково. По моим наблюдениям, ну, как бы, в первую очередь отличаются люди. Тот, кто может пойти в Сколково, он пойдет в Сколково. Плюс по аудитории в Сколково еще, ну, есть люди, кто могут позволить себе и полную стоимость обучения, но по каким-то причинам они не могут там учиться за грозницей. Там не выездные, не знают языка, но причин может быть много. Это, ну, такое большое и существенно важное отличие в пользу Сколково. То есть нетворкинг там будет построен намного сильнее. Если сравнивать остальные российские школы, ну, там уже идет, ну, некое отличие по методике преподавания, по направленности. Вышка у нее больше такой некий академический уклон. Она, ну, по крайней мере, старалась до недавних пор, потому что там, насколько я знаю, какое-то изменение в бизнес-школе произошло. Кто-то там новый директор пришел, ну, как бы, подробностей точно не знаю. И они больше позиционировали себя как такое бизнес-образование, но с уклонным в изучение, с уклонным в фундаментализм. Ранхиг себя позиционировал как место для крупных компаний, крупных российских госорганов, там, госкорпораций. То есть там уже больше аудитория из таких мест. Ну, как бы, из-за какого-нибудь Росатома условного, там, Росгидра, может быть, из каких-то министерств. И там среди всех российских школ, ну, по несколковому все-таки ближе к европейской буду отчислять, потому что там, ну, как бы, больше немного другая модель. Вот из всех российских бизнес-школ, на мой взгляд, самый сильный нетворкинг, он будет как раз-таки в Ранхигсе, ну, потому что туда идет определенный уровень людей. Мир без себя позиционирует как некое такое практико-ориентированное преподавание на реальных кейсах. И, ну, меньше науки, и меньше пафоса, как в Ранхигсе, но при этом преподаватели, они все одинаковые. То есть во всех этих трех бизнес-школах одни и те же лица преподают, ну, кроме Сколкова, в Сколково там преподаватели, ну, как бы, преподаватели, они реально сильнее, и в Сколково преподаватели будут посовременнее, если мы будем сравнивать уже все российские школы. Как-то так. Окей, слушай, ну, ты одновременно успел рассказать и про Мир без себя, и про все остальные школы, поэтому я не знаю, что сейчас Женя еще добавит про Сколково, но, наверное, найдет, что сказать. Я про Сколково мало знаю, я как раз-таки, ну, Сколково, ну, никогда не было в скопе моего, моих приоритетов, потому что, ну, на мой взгляд, там большая цена, и за эти деньги я бы предпочел все-таки где-нибудь в Европе получить MBA. Окей, теперь интересно послушать, что скажет Женя, ибо у Жени уже были заготовленные мысли по этому поводу, но я перебил его просто на предыдущем вопросе. Женя, давай. Да, но я сначала про Сколково расскажу, да, про то, что многие путают, я это раньше тоже не знал, что есть Сколково, которое организовало государство, это Сколково фонд, да, и есть школа Сколково, это абсолютно две разные вещи, вот школа Сколково, она была организована фактически там 16-ю российскими миллиардерами, которые в какой-то момент скинулись и сделали школу, ну, во-первых, а, некоммерческой организации, б, независимой, да, то есть она работает как некоммерческая организация, в принципе, нам несена изначально деньги. Там таким отцом-прародителем был Рубен Варданян, это основатель тройки диалога, который, собственно, продал этот инвестбанк, да, и вот он, это было, в принципе, одна из его, там, больших мечт, идеи создать школу, поэтому школа Сколково не имеет никакого отношения к государству, и получается, когда они создавали, тут тоже, как бы, многие люди в канале заинтересованы в консалтинге, активное участие Макинзи принимала, да, ну, я просто, как бы, рассказываю предысторию, но из нее будет понятно, почему школа стала именно такой, какой она есть сейчас, вот, соответственно, были достаточно хорошие деньги, чтобы сделать что-то с нуля, и фактически, там, Сколково, ну, вот, Макинзи и, вот, проектная группа, которая была, они объездили, я просто, у нас был, просто, как бы, с ректором на этот счет основателем разговор, да, они объездили примерно, там, порядка ста международных университетов, и у них была возможность, вот, сделать, собрать отовсюду какие-то лучшие best practices и попробовать их воплотить, соответственно, ну, в России, вот. Вот, изначально школа предполагалась как full-time MBA программа, и изначально она так и работала. Я, честно, даже знаю, вот, недавно общался, вице-президент глобальный Крафт Хайнс по revenue management, да, он бразилец, он отучился в Сколково в России, и сейчас, ну, в принципе, там, headquarters отвечает, то есть она изначально строилась как школа с full-time образованием, и идея была, в принципе, то, что она должна стать таким, вот, связать себя в четыре таких развивающихся блока, это Бразилия, Китай, Индия и Россия, да, это еще до всех, фактически, там, политических кризисов. Это была там основная идея, вот, сделать школу уникальной для этого, как бы, направления. Вот, потом, понятно, было, много чего поменялось, вот, но фактически, как бы, школа, она пришла к такой достаточно своеобразной модели и отказалась от full-time MBA, да, то есть, как я сказал, что сейчас это больше похоже на executive MBA, то есть, когда ты, все строится по модульному принципу, 17 модулей, каждый месяц ты едешь, живешь на кампусе пять дней, учишься, а потом уезжаешь, да. Дальше второе, что есть еще три таких выездных модуля, один в Беркли, ну, это, по крайней мере, у меня, да, вот, он как раз не состоялся из-за пандемии, в Беркли партнером выступает, второй в Гонконге, и третий, он посвящен такой leadership course на Камчатке, вот, это, как бы, наверное, такая небольшая предыстория, с точки зрения, что Сколково отличать будет от всех российских, ну, школ, да, то, что у Сколково все преподаватели, ну, 85% преподавателей, это будут экспаты, то есть, школа, она изначально стала строиться в Сколково по тому принципу, что она будет привозить преподавателей с разных университетов, поэтому у меня, например, за обучение у меня были преподаватели, я даже специально вчера там покопался, это Интеат, Гарвард, Гонконгская школа управления, AMD, ну, то есть, школа реально привозит преподавателей со всего мира, но есть определенный там состав профессоров, кто любит, помимо основной преподавания на, как бы сказать, в своей школе, выездные такие Еще и кататься по миру. Да, да, вот, поэтому это очень сильно отличает школу, потому что образование все на английском, и у школы есть возможность таких, как бы, звезд с разных университетов привозить, поэтому, собственно, ну, и цена, на самом деле, из-за этого тоже складывается. Второе, с точки зрения кейса, ну, то есть, здесь нужно понимать, что, ну, когда ты учишься по модулям, да, то есть, да, ты читаешь теорию, там, читаешь кейсы, но за эти пять дней, которые ты на кампусе находишься, твоя задача максимально прожить, ну, как бы, через кейсы. Поэтому, если посмотреть, то все материалы, которые у нас были, это все материалы тоже, как правило, тех школ, откуда преподаватель приезжает, то есть, это Гарвард, это Лондонская школа, то есть, как бы, все кейсы, они будут полностью, там, аккредитованы, за них сколково платят, каждый год обновляют и так далее, и так далее. Вот, поэтому, ну, для меня это, на самом деле, был большой плюс, то, что это не российские преподаватели, а это, скажем так, звезды, на которых ты можешь посмотреть, и дальше ты можешь принять, ну, как бы, решение, в какую школу, условно, поехать на какую-то из программ. Вот, у меня, ну, знакомый учился на Executive MBA из Колково, да, он был партнером Эрсен Янга в консалтинге, потом безработал. Вот у него был подход следующий, что, ну, и он во многом вот тоже, как бы, правильный, что ты можешь, Executive MBA дешевле будет 100%, чем стоить в том же самом, не знаю, там, в Стэнфорде, Гарварде или где-то еще, ты получаешь российский нетворк, ты, на самом деле, экономишь, потому что ты здесь все равно еще можешь работать, а дальше он просто на разницу пошел и докупил себе еще кучу мелких программ в Стэнфорде, в Гарварде, ну, и, по факту, там, дополучил вот такой, ну, как бы, международный блог. Вот, поэтому, как бы, плюс это, еще раз, чтобы резюмировать, да, это международные преподаватели крутые, достаточно сильные. Второе, это, что ты не теряешь время, ты можешь работать. И третье, чего нету в других бизнес-школ, это очень большая доля предпринимателей, может быть, там, частично то, что сказал Андрей, что могут заплатить. Если, то поправьте, я могу там ошибаться, но, условно, обычная, там, доля предпринимателей, это 10-15% в бизнес-школах. Вот у меня в группе была доля предпринимателей 35%, и в среднем по школе, ну, это, как бы, по группам, это примерно такой состав. Соответственно, это очень сильно дает, во-первых, а, diversity, б, смещает, ну, как бы, фокус взглядов, на что ты ориентируешься, да, то есть, кто тебя окружает и так далее. Вот, поэтому, как бы, Сколково – это, вот, определенная школа, которая создавалась предпринимателями, в которой это такая, как сквозная линия, она по факту проходит. А зачем это нужно предпринимателям? Несколько вещей, ну, как я для себя это вижу, да, то есть, это, ну, моя субъективная оценка. Сколково, она достаточно рано, как бы, поняла, да, что основная ценность – это не фундаментальные даже знания, которые ты даешь, да, это, скорее, такая внутренняя трансформация, которую человек там проходит. Вот, и я, как бы, тоже про это хотел сказать. Поэтому у нас через все обучение идет такая история с коучингом. Вот, я к этому достаточно специфически, ну, так, со скепсисом относился вначале, но это, на самом деле, самое полезное по факту, что ты получаешь, когда ты учишься у людей с разным бэкграундом, и как раз, ну, что хотят получить предприниматели? Предприниматели хотят получить, а, ну, как бы, структуру каких-то знаний, б, опять-таки, нетворк экспертизы, да, потому что, ну, у нас абсолютно все функции представлены, юристы, финансисты, ну, маркетинг по индустриям, у нас там нет ни одной индустрии, которая была, там, занимала больше 10%, ну, с точки зрения доли группы. Поэтому ты получаешь доступ практически к людям, которые могут тебя почему-то консультировать. И даже вот, как бы, когда уже постфактум мы смотрели, что предприниматели, они даже от MBA, от Сколково выиграли больше, чем корпораты, потому что у них было, вот они модуль прошли, у них следующие, там, 25 дней цикл, когда они могут это в своем бизнесе пойти и быстро внедрить. Понятно, не 100% информации, 10-15, но они получают, ну, могут это реально внедрить. Вот, это очень такой практикоориентированная, там, штука, вот, но очень много ребят у нас сделали прямо такой X2, X3 прорыв за год в своем собственном бизнесе просто-напросто, потому что они начали, ну, смотреть по-другому на вещи. Вот, это, наверное, самое ключевое, и как, как бы, так, как штриху, там, штрих снизу подвести, что здесь ты, как бы, едешь тоже на, не маловажно, я надеюсь, там, жена меня не слышит, что ты едешь тоже на кампус, как на определенную тусовку, ну, это, это, это реально, как бы, круто, потому что, как правило, у тебя уже есть, там, деньги, ты, как правило, там, две недели, три недели работаешь нон-стоп, и ты, и ты, как бы, попадаешь в такую атмосферу, в которую ты просто-напросто хочешь, как бы, потусить, расслабиться, и, ну, как бы, в этой, как бы, с одной стороны шутка, с другой стороны... Не шутка. Да, а с другой стороны, у многих была действительно потребность просто найти в этом возрасте новых единомышленников, новых, там, друзей, ну, и в том числе хорошо провести время. И бутнуть. Да. Окей. Я бы добавил тут про коучинг, примерно треть моих одногруппников за время MBA, они по результатам подобного коучинга развелись. Это такая, причем это такая сквозная статистика, с кем мы не общались, примерно так оно и выходит, что где-то третьи, ну, может быть, четверть студентов MBA, они после года учебы понимают, что надо разводиться и разводятся. Нифига себе, то есть, это, короче, MBA как легитимный способ завершить супружеские отношения. Не, ну, как мне, ну, объясняли те, кто развелись, они, ну, как бы, учатся, развиваются, там, открытый мир и просто понимают, что человек рядом с ними, оказывается, ну, не хочет развиваться и как-то с ним становятся не по пути и они разводятся. Вот такой вот грустный коучинг. Ну, я думаю, что, ну, как бы, это, ну, не результат коучинга, это скорее просто так, что, когда ты попадаешь на MBA, ну, то есть у меня, например, там, средний возраст в группе это 30 лет, да, вот прямо средний. Причем, ну, как бы, MBA у нас там тоже лимит 25 и нижняя планка, и следующая, и верхняя 35. Вот средняя у меня прямо по группе 30. Вот, просто, как правило, у тебя, ну, ты идешь с тем, что у тебя, в принципе, есть открытый вопрос, а что дальше, а что нужно в жизни менять, то есть определенный, как бы, такой кризисный этап. Меняют обычно жену, работу или машину. Ну, да, да. Религию еще можно поменять. А вот такой вопрос тогда, интересно, а вот эти ребята, которые разводились после коучинга, они там квартиры еще не продавались, получается, нет, после коучинга? Нет, я этим вопросом не задавался. А, то я что-то подобную историю слышал о всяких этих, как это называют... А, нет, я шутку не понял. Нет, не продавали, ну, просто, как бы, вот такой вот факт, что, ну, как бы, и Женя подтверждает, ну, обосновывает причины этого, то есть, как бы, так такая, вероятно, существует. Понятно, ну, это я шучу, забавно, интересный факт, неожиданный, сегодня обязательно жене расскажу, и, видимо, в Сколкове я уже не буду учиться и в Мирбисе, и нигде. Так, а давайте теперь поговорим про ауткамы, кроме как завершение супружеских отношений. А вообще, что люди получают на выходе? Соответственно, корпораты куда идут устраиваются? Там, что получают бизнесмены? Окей, это мы уже обсудили, там, два-три раза рост в бизнесе, если прям все поперло. Окей, расскажи, пожалуйста, Андрей, с тебя начнем сначала. Куда обычно люди идут? Насколько Мирбис помогает вообще? Слушай, я не знаю, я пока не могу сказать, что я что-то конкретное от этого получил. То есть, изначально вообще у меня, ну, задача была получить MBA сертифицированное, чтобы через какое-то время это упростило мне поступление на Executive MBA. Просто в Голландии есть одна школа, которую я целенаправленно хочу. Она, ну, как бы, эта школа по Executive MBA, она номер один в агробизнесе. Ну, я как бы просто занимаюсь в агробизнесе и в консалтинге тоже агроконсалтингом занимаюсь, грубо говоря. Поэтому у меня вот такой ауткам, ну, не совсем обычный. Многоходовочка такая получается, на самом деле. Ну, да, я просто подумал, что там стоит образование, ну, где-то 50 тысяч евро, ну, по крайней мере, тогда был прайс. Плюс, ну, будет проще поступить туда, как, ну, опять же, по нижней границе возраста, если у меня уже будет там какой-нибудь MBA сертифицированное AMBA. Ну, короче, искал себе возможные пути облегчить туда поступление. Плюс, ну, это, ну, не супер дорого стоило в России и поучиться. В основном, ну, если мы говорим, опять же, про правшие, я не знаю, откуда туда идут люди. В ранге люди приходят из одной госкорпорации, уходят в другую госкорпорацию. Или пришли не из госкорпорации, познакомились и ушли в госкорпорацию. То есть это, ну, вот такой вот... Кузница работников госкорпораций. Да, кузница работников госкорпорации, ну, на таком, на среднем уровне, не на уровне, там, СИО, СИО-2, ну, потому что... Мне кажется, кузница СИО-2, это где-нибудь, я не знаю, охотничье угодие, какого-нибудь там министра, чего-нибудь. Нет, кузница СИО-2, это как раз-таки Сколково. А-а-а. Потому что у СИО госкорпорации есть деньги отучиться в Сколково, но нет, ну, как бы, статус не позволяет учиться за границей в текущей политической обстановке. А, кстати, да, теперь, видимо, Сколково еще наберет обороты. Ну, да, и опять же, ну, возвращаясь к теме немного политизированности Сколково, не, мне сразу хочу сказать, мне Сколково нравится, ну, и я считаю Сколково крутым местом, но вот говорит, что школа, где председатель Попечительского совета Дмитрий Медведев и эта школа не относятся к государству, это немножечко такое громкое заявление, как по мне. Ну, мы сейчас не спорим, относится к Сколково к государству или не относится, пусть, что хочет, то и делает. Меня интересует, вот из Мирбиса, куда люди идут? Слушай, ну, по-разному, я знаю кейсы, когда собралась какая-то, ну, познакомились в одной из групп людей и пошли работать в одну компанию, то есть их переманили, эта компания, ну, она недавно была продана, так она входила в двадцатку крупнейших производителей свинины в России, то есть люди там познакомились и полностью возглавили топ-менеджмент этой компании. Есть кейсы, когда, ну, люди становятся там генеральными, там, исполнительными компаний, ну, среднего уровня, то есть это не транснационалы, конечно, ну, такие достаточно серьезные компании на российском рынке, я просто не пытаюсь вспомнить имена, ну, конкретных компаний, честно сказать, я просто... Ну, то есть это, по сути, помогает строить карьеру в российском бизнесе? Да, да, да. То есть не всякие западные компании, типа, я не знаю, Марс, Юнилевер, AstraZeneca и прочее? Такие тоже есть, но таких мало, я просто вот вспомнил, общался с другой группой, она работает в Басфе, то есть и крупные компании, представители тоже есть, но их не так много все-таки. Ну, в основном, да, это какой-то уверенный, крепкий российский бизнес, который пока и пока еще крепкий, пока еще уверенный. Окей, так, услышал вполне себе исчерпывающий ответ. Так, Женя, тебе слово, расскажи, какие ауткамы Сколково. Да, ну, я, может быть, скажу точно, чего не нужно там ждать от Сколково, да, ну, как бы с этого начну. Окей, хорошо. То есть, ну, если ты хочешь в дальнейшем переезжать в Европу, строить карьеру в Европе, ну, как бы Сколково, понятно, не про это, несмотря на какой бы там преподавательский состав не был, это, ну, точно не будут как бы там стоять толпы рекрутеров, которые тебя будут ждать, да. Тем не менее, вот до, ну, до пандемии, ну, Сколково в этом направлении двигалось, у них там были партнерства, но это больше такие, знаешь, локальные истории для компаний, у которых есть там пост MBA найм, но там Сколково не первая, понятно, в приоритете. Поэтому, ну, как бы смена географии, это точно там не главная цель, да. А второе, что тоже здесь не будет истории как больших компаний, даже среди российских компаний, что у тебя там ты получил диплом и дальше проходишь там собеседование. Это тоже история, ну, по крайней мере, я такого не видел, да, это история не про это, это история больше про нетворк, с кем ты сам успел познакомиться, с кем ты успел пообщаться. И в данном случае это не заканчивается твоими MBA-одногруппниками, это скорее больше про экзектив, потому что Сколково очень сильная комьюнити, и они стараются MBA и экзектив MBA очень сильно как бы смешивать, чтобы мы где-то пересекались на каких-то ивентах. И поэтому там условно уровень SEO и там уровень SEO-1, у нас уровень, ну, условно, чуть там ступеньку ниже, да. И вот, но дальше все будет зависеть от твоего как бы нетворка, вот, и от того как бы что, ну, как бы что ты сам, в принципе, хочешь, то есть ты себе представляешь. Вот, у меня в принципе достаточно много одногруппников сменили, ну, и я сам тоже тоже сменил там в процессе работу, но я не могу сказать, что здесь какая-то есть там суперзакономерность. Вот, если говорить про консалтинг, да, то, ну, у нас был прямо модуль, который называется стратегический консалтинг. Его, на самом деле, это такое смешанное солянкой ввели, это был один из партнеров, там, Ольвер Вайман, потом McKinsey один день ввели, один день Strategy Partners и один там преподаватель. Вот, и дальше у нас на фоне вот этого стратегического консалтинга были трехмесячные проекты с реальными клиентами, с реальными заказчиками, то есть, ну, как бы это был один из пойнтов обучения, когда ты для клиента реализовываешь там проект в группах. Вот, конкретно у меня был реальный предприниматель, который делал программное обеспечение для программирования промышленных роботов, вот, и у него был запрос сделать road-to-market стратегию в США и в Европу, да, там, у каких-то компаний делали вместе с McKinsey, там, для Сибура, условно, проект, да, там, третье для хоккейного клуба «Авангарда». То есть, ну, целый такой, в общем, блок был, который сделан был вместе с стратегическими консультантами, кто это, соответственно, курировал. Вот, поэтому там несколько человек у нас там в McKinsey перешло. Вот, там, девочка с моей группой перешла в McKinsey работать на позицию «Асоушиэта», и вот из предыдущей группы тоже после проекта ей понравилось, решила перейти. Вот, поэтому, ну, я не могу сказать, что это, вот, это точно, это дорога в консалтинг, но это к тому, что, ну, у школы очень много там партнерств, и вот стратегический консалтинг – одно из направлений, которое они пытаются нам показать, даже не столько с точки зрения карьеры, сколько, в принципе, понимать, как с таким инструментом, как консультанты можно работать, как его использовать, да, какие есть преимущества, какие минусы. Вот, поэтому, как бы, например, ну, там, перейти в McKinsey, ну, там, у кого-то, ну, получилось, кто хотел, да. Да, многие просто получали апгрейд в рамках индустрии, а кто-то, например, хотел, там, кардинально менял карьеру, там, закономерности нет, но, там, условно, треть точно что-то поменяла. И еще, наверное, из таких интересных фактов – это то, что многие параллельно с корпорацией постарались там запустить какой-то свой бизнес, вот, который параллельно там существует, который, ну, потому что тоже, так или иначе, там, ну, мировоззрение поменялось, и было желание что-то еще экспериментировать, делать. И такой тоже ауткам достаточно интересный, нестандартный. Короче, Сколково для ребят в западных компаниях не только, но в том числе и консалтинг, и для предпринимателей, коих 30% и кои часто получают прикольный выхлоп. А Мирбис – это такой вуз для построения карьеры именно в российском бизнесе, разного размера, в том числе крупном, который, к счастью, пока еще в России крепкий. Окей, понял. Тут вопрос от Егора поступил. Можно ли простым языком объяснить разницу между MBA и Executive MBA? Вот, ребята, расскажите. Ну, MBA – это Mercedes-Benz, Executive MBA – это Maybach. По сути, по сути, глубокой разницы нету, разница в каких-то тонкостях, в цене и в том, что разные люди могут себе позволить на разном уровне Mercedes и Maybach. Ну, это если примерно на бананах, как говорится. Ну, у меня, ну, как бы, если первое, что разграничит, то есть разграничит, это окружение, которое ты получаешь на каждой из программ, да. Когда ты идешь на Executive MBA, ты ожидаешь, что у это окружение будет более C-level, чем на MBA, да. Это как бы на первое. А ты идешь все-таки во многом, ты учишься не у профессоров, ты учишься у своих одногруппников, да. Поэтому чем сильнее состав твоих одногруппников, тем больше ты, ну, как бы, ответов на свои вопросы не найдешь. Это как бы первое. То есть это такая некая отсечка с точки зрения достижений, с точки зрения бэкграунда, возраста, матюрити. То есть это, как бы, я сказал бы первое. Второе, там, 50% программы, оно действительно будет у MBA и у Executive MBA пересекаться, да. Но это базовые вещи, которые они будут едины. Вторая 50%, вот она уже будет более кастомизированная просто тем вопросом, которыми ты на уровне MBA и не задумываешься, и не связываешься. Например, как должна быть организована работа с советом директоров, да. Или, ну, то есть вот такие более специфические вещи, которые появляются по мере того, как ты внутри компании растешь и на которые ты раньше не обращал внимания. Вот. Поэтому, как бы, там часть программы, она действительно более, более, там, кастомизированная в этом направлении, да. То есть тебе не нужно, тебе не нужно понять, как работает организация в целом. Тебе нужно доубрать каких-то специфических, ну, вещей, которых у тебя там раньше в карьере просто-напросто не было. Я бы вот так сказал. Ну, и стоимость, она тоже отсекает, да, в плане Майбак. Господа, это вполне исчерпывающе, кажется. Я не знаю, что можно еще добавить. Действительно, вот разница между Executive MBA во всех подробностях раскрыта. Скажите мне, есть ли у нас еще какие-то вещи, которые нам стоит обсудить, но мы не обсудили? Вот по моему списочку вопросов все прошлись. В принципе, ну, мне кажется, как бы так, по основным блокам мы все прошлись. Может быть, там еще, как бы, если у кого-то есть, ребята, вопросы с точки зрения, там, ну, еще раз, зачем идти и там, что ждать на выходе. Вот. Вот, но я начал с этого, еще раз просто повторюсь. Для меня, например, Сколково – это история, которая делается не ради какой-то конкретной цели, да, а это история про такой lifelong learning, да, и которая ни к чему тебя не обязывает, да. То есть ты… Да, ну, да, это возможность развестись в 30% слухи. Ты не перестаешь работать, ты спокойно после этого можешь поехать еще на какое-то дополнительное, там, MBA, вот. И оно точно не будет, как бы, минусом, да, только плюсом. Вот. Но гарантии она тебе никаких не дает. Твой, как бы, результат на выходе будет очень сильно зависеть от того, сколько ты времени тратишь на учебу, как хорошо ты работаешь с нетворком, да, ну, и, в принципе, какие у тебя изначально там цели стояли. Это удача, какой нетворк попадется. Да, как и везде, тут тоже не добавишь. Друзья, зрители, возможно, у вас есть еще какие-то вопросы. Мне кажется, мы все пообсудили, что только можно, но, тем не менее, напишите еще в чатик. Вот я вижу, Егор написал, и мы просмаковали, так сказать, его вопрос про разницу MBA. MBA, может быть, еще у кого-то есть. У нас есть еще, наверное, минуты три с ребятами, и с радостью на все ответим, если еще какие-то вопросы появятся. Хорошо, я тогда пока спрошу, только в чате. Можно, ну, я не знаю, как, голосом можно спросить, но голосом, наверное, если, Юль, если ты имеешь в виду голосом спросить, можешь, да, давай, или ты как-то еще хочешь спросить. Да-да-да, привет, ребят, рада, кто меня помнит. Почему я подключилась? Потому что я помню, вот когда пару лет назад и вела группу, Женя собирался только на это с Коковым, поэтому я была очень заинтересована подслушать. К сожалению, только из-за разницы во времени чуть позже присоединилась. Да, Юль, я хотел сказать, я Витя как раз хотел сказать, просто у нас какая-то тема перевелась, Витя спросил, как-нибудь готовился я к Сколковой или нет, вот я не успел потом вернуться к тому, что я прошел курс бизнес-джеджмента. И что, повлияло? Ну, а почему нет? На успех. Почему нет, да? А почему да? Ну, например, про отбор, да, вот там Юля не слышала, тоже, может быть, повторюсь, что там нельзя быть как бы готовым, да, это скорее там опыт, который ты получаешь и жизненный, ну, во время, который ты можешь применить во время ассетов, и как бы кейсы, они точно не будут связаны с тем, что ты делал раньше, поэтому общий кругозор, он, конечно, очень сильно там помогает и сориентироваться, и найти как бы правильное решение, и подстроиться, поэтому, ну, я, в принципе, вообще сторонник такого кросс-функционального развития, ну, и, наверное, в целом овервью нужно расширять, это точно очень сильно как бы помогает, вот, поэтому, ну, точно, точно помогло, Илья. Круто, круто. Ребята, знаете, что еще? Но в McKinsey я так и не заиплавился. Да, ну все еще впереди. Хотела еще спросить, вот когда вы обсуждали executive MBA и обычный MBA, у меня, ну, я поняла, что сколько, толковая-то вечерняя была программа, вот твой MBA, но, по идее... Не вечерняя, не вечерняя, оно было... Воскресной? Нет, это было 5, это раз в месяц, 5 дней, когда ты поселяешься на кампусе, и 5 дней с 8 утра там и до ночи постоянно там, то есть ты там ночуешь, живешь на 5 дней, как в лагерь приезжаешь. Раундами, окей. Просто вот если зарубежные, как я представляла всегда разницу, что executive MBA, это наездами, то есть на там C-левел такой весь занятой, что он там в Гарвард или куда-нибудь может приехать только там пару раз, несколько раз в год, а MBA, это обычно full-time. Да, я просто рассказал, что вот Колкова, она начинала с full-time MBA, а потом решила перестроиться, и вот это, наверное, такой, ну, редкий формат, когда MBA по такому формату организован. То есть они скопировали у executive MBA, фактически, это да. Классно. Российский MBA, круто. Ну, удачи, там еще какие-то вопросы. Ребята, да, тем временем у нас поступил еще вопрос от Александра, два вопроса на самом деле. Есть ли статистика по росту зарплат в ваших школах, как у западных школ, это первая, а вторая, верите ли в эту статистику вы или нет? Ну, по традиции начну я отвечать. Давай, давай. Есть рейтинг, да, какая-то статистика есть. Ну, я верю в статистику, но я не верю, что причина именно в MBA. То есть тут, мне кажется, просто как бы притянуто за уши сам факт роста зарплаты и сам факт наличия MBA, потому что, как Женя сказал, я полностью с ним согласен, это все зависит только от конкретного человека, от того, как ты что-то делал для того, чтобы там сделать какой-то буст своей карьеры. И обычно на MBA идут люди, те, кто и так занимаются своей карьерой, занимаются своим развитием, и в данном случае это просто, мне кажется, совпадение, но поводов не верить я в это не вижу просто. Извечная проблема образования. Человек, который у тебя учился, добился чего-то. Это он благодаря тебе добился? Или он просто сам по себе такой классный, а ты тут мимо проходил? Ну, я сторонник той истории, что если человек в осознанном, в взрослом возрасте продолжает учиться, то он сам по себе такой. И если бы он не пошел на MBA, у него все равно был бы какой-то рост карьеры, рост доходов и какой-то буст. То есть MBA не дает ему какого-то, по крайней мере, в России мега-пинка в этом направлении. Короче, статистика-то есть по росту зарплат, а вот АБ-теста нормального нет. Так, хорошо, Жень, расскажи свое мнение, пожалуйста. Ну, в этом, например, одна из проблем Сколково. Проблема какая? Что школа достаточно молодая, и чтобы попадать в рейтинг, ей нужно накопить историю. Поэтому реальных, больших историй, на которые делать выводы, я бы сказал, что их нет. И как раз Сколково только сейчас начало попадать в рейтинге, потому что она перешла рубеж 10 лет полноценных программ MBA без перерывов и так далее. Второе, что опять, да, потому что я вижу, все люди растут, но это происходит не вопреки MBA, потому что вот история, когда ты закончил MBA, когда тебя на кампусе условно схантили или ты сам прошел, это одна история. Все-таки у меня среди моих одногруппников все переходы, они были еще во время обучения. Поэтому это, конечно, плюс. Во-первых, ты себя чувствуешь просто-напросто более уверенно, когда ты посмотрел на кучу других людей, которые с разным бэкграундом чего-то добились, ты видишь, как они мыслят, и ты просто-напросто после этой атмосферы начинаешь чувствовать себя более уверенно. Это такой фактор очень немаловажный при собеседовании, когда-то при переходах куда-то. Но я бы это не связывал со школой. Скорее, это просто то, что… Это плюс, но это не гарантирует то, что зарплата вырастет. Я бы это вот так сказал. Окей, принято. И тут еще один вопрос от Александра, вытекающий, на самом деле, из результатов зарплат. Что самое ценное… Давайте одну вещь, самую ценную назовите, что вы вынесли из вашей программы. Давай в этот раз начнем с тебя, Жень. Что ты самое ценное вынес? Вот что-нибудь одно назови. А можно не одно? Не одно, но коротко. Но, хорошо. Два можно. Хорошо, два. Убедил, так и быть. Давай два. Хорошо, да. Самое главное – это… Мне даже не очень нравится слово «нетворк». Я бы сказал, скорее, новые друзья, которых ты получил. И с которыми ты можешь идти и за советом, которых ты можешь учиться, и брать их как пример. Это реально, мне кажется, многие скажут после учебы, самое главное – это окружение, которое осталось. Второе – я бы не называл какие-то моды или что-то еще. Я бы, в принципе, сказал, что у тебя остается на всю жизнь отношение к тому, что ты должен продолжать учиться. И ты понимаешь, что это вещь непрерывная. И вот эта мотивация, мне кажется, она дальше с тобой всегда остается. Не стоять на месте, потому что ты увидел, кучу людей с нетривиальными карьерами и с необычными результатами. Вот я бы вот эти две вещи сказал. Звучит… Это может быть не очень практикоориентированно, когда ты идешь перейти в какую-то компанию либо вырасти в зарплате, но по факту вот это две самые главные вещи, на мой взгляд. Принято. Спасибо. Андрей, твое слово. Слушай, ну для меня самым ценным, наверное, стало, ну в дополнение ко многим другим вещам, что в каждой компании все происходит по-своему. То есть неважно там, в какой компании ты работаешь, неважно, какую ты бизнес-школу закончил, ты вот всегда попадешь в новую среду, там все будет по-своему. И тебе нужно учиться получать не какие-то конкретные знания, а больше получать навыки и умение работать с навыками, а не именно быть сфокусированным на знаниях. Окей. Принято. Так, ну что, я предлагаю на этом заканчивать. Я вижу, что в Крыму уже ночь, мы еле-еле видим Женю, поэтому у меня тоже за окном в Москве ночь. Спасибо большое, ребят, что поотвечали на вопросы, рассказали, я на самом деле заинтересован бизнес-школами в России, действительно, надо было мне поподробнее это все изучать, когда я сам думал про бизнес-школы, но правда теперь я напуган, ибо не хочу разводиться с женой. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем. Спасибо всем, кто присоединился, будет запись, скинем ее в чате, как обычно. Всем хорошего вечера. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok